Вместо общей планерки добровольческий коллективный труд. Этот рабочий день для сотрудников нашей телерадиокомпании начался не с кофе и свежих новостей, а с помощью в производстве маскировочных сетей для нужд наших военных на фронте. Займусь и я делом, пожалуй. Здесь всегда рады помощникам, хоть и желающих поддержать наших защитников немало. Только за декабрь волонтеры сплели полторы тысячи квадратных метров сетей. Делают все по запросу самих бойцов. В этом месяце готово уже 500 квадратов маскировки. Помочь нашей армии на самом деле гораздо проще, чем вы думаете. Сюда, на Волдарского 19, можно прийти и помочь волонтерам делать то, что делают сегодня наши коллеги. Что мы сегодня делали – плести сети. Собственно, мы сегодня здесь, чтобы привлечь к этому внимание и пригласить к участию в этой работе как можно больше людей. Технология плетения несложная, но нужно, что называется, набить руку. Опытные волонтеры всему готовы обучить. Так, произвольный, хаотичный порядок. Ну, вот съемка есть. Ну, уже кто как руку набьет. Начинаем, допустим, вот раз. Там четыре клеточки прошли. Четыре клеточки расправили. Мы вместе с женой в декабре месяце пришли сюда. Она увидела в интернете объявление. Ну, и мы начали работать почти каждый день. Пришли, потому что каким образом нам еще поучаствовать в этом деле. В дело включаешься моментально. Благой труд снимает стресс и наполняет добрыми эмоциями. Делаем сети, чтобы защищало наших солдатиков хорошо. И вся зараза отскакивала, как мячик от стены. Атмосфера в штабе волонтеров всегда позитивная. Душа поет, а вместе с ней обычно радиоприемник. Но не в этот раз. Еще сюда можно принести материал для плетения сетей. Это длинные лоскутки около двух сантиметров шириной или просто ткань. Сейчас волонтерам для работы не хватает материала природных оттенков. Вместе с сетями волонтеры отправляют на фронт и посылки с предметами первой необходимости. Это балаклавы, снуды, теплые носки, сладости и, конечно, письма солдатам. Они, кстати, сейчас закончились и здесь их очень ждут. Екатерина Шадрина, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.